Аварийное дерево в дворе жилого дома не дает спокойствия местным жителям. Коммунальные службы уведомлены о проблеме, но предпринимать меры не спешат. Вот то самое дерево, о котором идет речь. Еще в начале первых морозов две ветви от дерева отломились и повисли на соседних ветках. Одна из них задевает линии электропередач. Поэтому жители передвигаются по придомовой территории с особой осторожностью. Да и вовсе считают арку самым безопасным местом во дворе. Оно упало, наверное, во время тех первых заморозков, когда вот как раз здесь на Пушкинской провода оборвало. Просто в луже оголенный провод лежал вот прямо тут на пересечении у Большой Арнаутской. Да, оно упало в ночь, получается. По-моему, я в пять утра проснулся от ужасного грохота просто. Потому что я выглядываю и вижу, что в принципе такая картина и была. Отметим, с момента падения прошла не одна неделя. И в любой момент это все может иметь трагический конец. Если, конечно, коммунальные службы в срочном порядке не отреагируют на вызов. Здесь на ночь люди еще и машины оставляют. Оно прямо над машинами, короче, висело. На следующий день я подошел к дворнику, который у нас здесь работает, к женщине. Она сказала, что да, 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 мы как бы вызовем всех, дерево распилят и так далее. Но прошло уже, наверное, две или три недели, и так ничего не произошло. При этом, да, снег, дети, естественно, играют и так далее. И никого не заботят то, что, в принципе, на них может упасть многокилограммовая ветка. И там, не знаю, не дай бог, что случится. Дом расположен по адресу улица Пушкинская, 66. И состоит на балансе жилищно-коммунальной службы Фонтанский. Сотрудники данного учреждения о проблеме уведомлены. Также жители двора оставляли жалобы на сайте Единый центр обращения граждан. Но, как видим, глухо. Очень надеемся, что коммунальщики примут меры, не дожидаясь трагического конца, как это часто случается в Одессе.